всем привет написали мне вопрос насчет всяких технических моментов поломок в дороге окна это реагировать за три года моей езды у меня было много разных курьезных моментов с поломками в разных странах разной степени тяжести в некоторых случаях по моей вине происходили поломки было 2 как бы аварии у меня составляли европротокол в одной из них другой это я когда уснул за рулем разбил немного повредил там крыло зеркало я уже рассказывал в одном из видео об этом если будет интерес к этому будет запрос в комментариях то я подробно в одном ролике расскажу все эти моменты курьезные такие а сейчас хотел бы сказать так что в дороге вы как водитель можете поменять колесо если она пробилась открутить запаску и поставить съехав куда-то в безопасное место если это не на автобане а на какой-то например такой проселочной дороге вы съехали в какой-то карман стоянку заправку куда угодно открутили сами запаску сняли под домкратили поставили ее и направились в сторону вулканизации что вы еще можете и должны следить за уровнем жидкостей в автомобиле охлаждающая жидкость уровень масла уровень тормозной жидкости и доливать по мере необходимости если это надо если машина старая ест масло то вам в рейс выдается еще за количество масла которое вы периодически доливаете и еще что вы можете делать и должны это если у вас перегорели какие-либо лампочки габаритные огни дальний ближний свет повороты задние стопы и тому подобное у вас должен быть запас лампочек машине и вы должны по необходимости когда что-то перегорело остановиться в безопасном месте и заменить это на этом ваше вмешательство в автомобиль заканчивается все остальное делает сервис гарантийный регулярный какой угодно это делает сервис и это не ваша забота у вас от было вылетел двигатель по дороге вы остановились сообщили руководству и дальше не ваше дело понятно что разные фирмы разные начальники разные там ситуации это все может отразиться на вас добавить вам хлопоты менингита но ремонтировать что-либо в рейсе в трассе я разговаривал с одним водителем ему шеф сказал поменять колодки тормозные я рюмду просто я не знаю где вы таких берете работодателей это не ваша работа вы водитель еще один момент которым я уже говорил повторюсь еще раз любой случай на дороге разбито стекло разбито фара кого-то кто-то у вас въехал или в кого-то въехали вы что бы ни было финансово вы за это не отвечаете на это есть страховка если вам шеф говорит что вы там попали в какие-то деньги то он вас тупо обманывает он вам врёт потому что любой случай покрывается страховкой на моем опыте я ехал не под не не по адресу там загрузки или разгрузки а по своим делам я ехал в бедронку закупиться продуктами и заехал на территорию бедронки там были узкие проезды там машины стояли маленькая территория и я своим боковым зеркалом причем даже не ударила просто ну как бы зеркало в зеркало стоял какой-то старый рыхлый бус и он настолько был старый что у него зеркало не сгибалась она была намертво приварена заклеена там чем-то естественно я ему это зеркало оторвал он хотел 200 злотых за это я позвонил шефу говорю вот он хочет 200 злотых он говорит ну дай ему у меня были с собой евро я говорю мне ну этому мужику говорю есть 40 евро могу дать 40 евро говорит хорошо я дал ему 40 евро деньги не мои а это из кассы которые мне было выдано на топливо там на всякое такое и все инцидент закрыт в другом случае когда меня мне разбили зеркало просто я стоял на светофоре в один ряд а в другой ряд в общем пронесся мимо чувак лупнул меня и убил и умчался я его пытался догнать тоже рассказывал я просто сообщил шефу что вот меня вот ударили вот фотография машины вот ее номера это я мог смог сделать мог бы этого и не сделать не получилось бы там догнать или еще что-то инцидент закрыт я больше не вспоминал это выезжая с заправки я ударил крыло porsche кабриолет я не касался вообще никаких только заполнили протоколы все страховка покрыла поэтому все это разводники ваши ваших шефов если они вас что-то я считал там 300 злотых мне там вышли за разбитое зеркало идите сразу в инспекцию прации жалуйтесь пишите заявление не знаю или деньги вам вернут но по крайней мере этому шефу попьют крови и он может быть следующий раз уже не будет с кого-то драть деньги все страховка страховка покрывает все что не покрывает страховка вы не должны все равно платить так система как раз и построена чтобы не зависеть от личных каких-то качеств честности там платежеспособности участников дорожного движения у меня была ситуация я одолжил свою машину в швеции одна своему знакомому была большая ему надо было вещи перевести и он не справился с управлением и на стоянке покатился и въехал в другую машину разбив им бампер ну и мне соответственно все и он уехал потом мне просто дал компенсацию за мой бампер рассчитался сколько мы там договорились а у него там он говорит а ему по его страховка закроет все я это наблюдал в швеции сплошь и рядом у них это парковка у всех мятые банки эти номерные знаки потому что они все время стукаются когда паркуются иногда конечно коцают эти бампера все страховка покрывает никаких ремонтов замена там масло замена колодок ремонт там план деки что-то еще все это не относится к водителю надеюсь ответил на вопрос за три года я повторюсь за три года моей езды на разных фирмах никогда кто-то мне что-то рассказал что я должен платить за что-то с ума посходили читаешь эти группы эти будете в гусяже и там это волосы дыбом встают до сих пор видите стоят что они плетут как они живут где они обитают не переключайтесь мы продолжим ответа на вопрос задавайте вопросы я на все отвечаю либо комментарием либо видео сюжетом вот таким как сейчас